Приветствую всех! Хочу рассмотреть еще один очень интересный проект. Этот проект называется Nitro. И в этот раз нам повезло. Здесь есть функция выбора русского языка, поэтому нам будет гораздо проще ознакомиться с этим проектом. Итак, что такое Nitro? И в чем вообще суть их токенов? И вообще суть и основная идея этого проекта? А почитав о них, техническую документацию и в целом информацию по сайту, я узнал, что они занимаются сбором средств через продажу токенов. Кстати, у них очень интересно так называются токены NOX. Ихние токены называются NOX. Может быть кто-то помнит игру, если память не подводит, к концу 90-х или середине 90-х. Она называлась NOX. Так вот, это очень символично для меня было то, что проект, направленный на поддержание и финансирование индустрии видеоигр, выпустил свои токены, которые называются NOX. Итак, давайте посмотрим вместе с вами их главный сайт. Это главное их видео, в котором в принципе они объясняют всю суть того, как это все у них построено. То есть проект действительно официален, серьезные корпорации этим проектом занимаются. На главной странице сайта вы в принципе и сами это все можете увидеть, как это все у них происходит и выглядит. На что бы я хотел обратить внимание? Это на ихнюю техническую документацию. Она вот здесь. Это ихнее резюме. То есть они здесь в принципе все правильно и логично объяснили. Но я хочу это зачитать. Индустрия видеоигр растет быстрыми темпами во всем мире. В 2016 году индустрия получила доход в размере больше 100 миллиардов долларов. Точка. Все. То есть, ну, переведу и перескажу то, что я понял из далее просчитанного. То есть, да, это очень популярная и серьезная индустрия. Прибыли там достаточно крупные. Но проблема есть одна в этой индустрии. Может быть вы помните одну игру Mount & Blade. Точный год ее выпуска не помню. Проблема этой игры была в чем? Игра на самом деле просто бомбовская. Она была очень интересна, продумана. На тот момент это было ноу-хау на рынке видеоигр. Но на разработку этой видеоигры ушло порядка, по-моему, нескольких лет. У пары человек, если даже не ошибаюсь, наших соотечественников, в связи с тем, что у них попросту не было финансирования, должного финансирования, более-менее серьезные крупные компании не хотели вливать деньги, по ихнему мнению, не перспективный, не выгодный проект. То есть, эти ребята, Nitro, они как раз и хотят заняться поддержкой и помощью развития начинающих создателей видеоигр. Рынок достаточно крупный. И да, действительно, многие люди играют в разные игрушки. Многие есть грамотные программисты, специалисты, которые создают эти игры. Но в связи с нехваткой финансирования, очень хорошие идеи остаются потерянными. Так вот, этот проект направлен именно на это. Поэтому я, честно говоря, очень хотел бы, чтобы этот проект все-таки ожил и получил необходимое им финансирование. И, наконец-то, начал финансировать начинающие видеоигры, создатели начинающих видеоигр. Сейчас я показываю вам ветку ихнего баунти. Ссылку на баунти, ссылку на официальный сайт, на техническую документацию. Все, я вам сброшу. Вы сами можете все это дело посмотреть, почитать. То есть, принять участие в ихней компании достаточно просто, как и во всех остальных баунти. Регистрация тоже достаточно проста. Даже, по-моему, у них здесь есть ссылки баунти на официальном сайте. Да, да, вот здесь именно программа вознаграждения Нитро. И распределение, вот как она распределена. То есть, блог из СМИ, подписи, аватарки и так далее, и тому подобное. Вот, Facebook появился. Пережал, что не появится. 5%, конечно, Facebook. Вот, в принципе, наверное, все, что можно сказать об этом проекте, я сказал. Душой хочу, чтобы этот проект все-таки вырос, получил необходимое финансирование. И самое главное, запустил свой токен NOX. Кстати, можем почитать вместе с вами ихнем токене NOX. Их факторы нет, это не то. Где-то, где-то здесь это было. Ну да ладно, не буду тратить ваше время. То есть, в принципе, я рассмотрел этот проект. Вкратце объяснил и рассказал, как он устроен, что здесь, к чему и почему, и ради чего вообще они собирают средства. То есть, всю остальную информацию, которая вам любопытна, вы можете сами посмотреть. А, вот. Еще вот вспомнил, что хотел показать. Да, вот как раз это здесь. Это рынки видеоигр. То есть, рынок растет. И сумма приблизительно 2,2 миллиарда. И так далее. Вот, собственно, эта диаграмма показывает нам, какой из платформ видеоигр в основном наиболее популярный. Естественно, это консольные игры. И вот игры для телефонов. Вот. Это вот то, что я еще упустил. То, что хотел сказать. Далее, ниже, я же повторю, вы всю эту информацию можете сами посмотреть. Но проект очень интересный. И стоит на него обратить внимание. И стоит принять в нем участие. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Принимайте участие в перспективных, выгодных, хороших проектах. Которых приятно было бы видеть в будущем. До новых встреч. Всем спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова